30-летний бизнесмен Талгат занимается цветочным бизнесом не так давно, но уже открыл один большой магазин и два уличных ларька. Он считает, что условия проекта «Уличная торговля» – это отличная возможность как и для предпринимателя, чтобы запустить свой бизнес, так и для горожан, ведь создаются новые рабочие места. У цветочного бизнесмена уже работают по пять человек в каждом павильоне. Нам государство дает возможность с наименьшими затратами вести бизнес, потому что здесь аренда минимальная, небольшой киоск дает возможность иметь небольшое количество сотрудников, по этой причине, в принципе, расходы у нас небольшие, ну и мы можем продавать цветы по низкой цене. То есть для народа это тоже будет преимуществом. Торговые места можно арендовать на срок от пяти до семи лет, а минимальная стоимость аренды, которая, к слову, не превышает 17 тысяч тенге в месяц, покрывает только административные расходы на обслуживание уличных павильонов. Местные бизнесмены в большинстве случаев открывают точки быстрого питания, ларьки с мясомолочной продукцией, кофейни, кулинарии и цветочные павильоны. Они продают свой товар без посредников, тем самым горожане могут приобрести продукцию по очень низким ценам. Дело в том, что эти точки расположены в местах удобные, когда кто-то проходит и хочется перекусить. Овощи, фрукты у нас в основном жители закупают в мини-рынках, где более низкая цена. Хотя у нас есть предприниматели, которые установили свои павильоны и у них цена ниже, чем на этих рынках. Многие горожаны относятся к таким постройкам нейтрально, но есть и те, кто считает, что в точках быстрого питания часто не соблюдаются санитарные нормы. А вот экспресс-покупка цветов в таких ларьках – идея замечательная. Я в таких ларьках не покупаю, так что нежелательно. Ну вот открывают, допустим, маленькие магазинчики с цветами. Ну с цветами, да, с цветами, да, вот допустим с продуктами нет, потому что там ни воды, ничего нет. Нейтрально. Нейтрально? Нейтрально, все равно. Может быть это удобно, или вы сами пользуетесь? Нет, скорее пользуюсь магазинами чаще, чем ларьками. Ну смотря какие ларьки, которые с продуктами? С пирожками, с молочными. Вот, отрицательно, отрицательно. Этот маленький ларечек, там никаких санитарных условий не соблюдается, холодильников нет, канализация не работает, руки помыть негде, туалета нет. Как можно положительно относиться к этому? А с цветами, кофейнями? Кофейня, это тоже продукты. Тоже отрицательно к этому отношусь. Ну а цветы, наверное, это хорошо. В принципе, никому не мешает, там люди тоже зарабатывают. А так, мне лично не мешают ими. С продуктами, вот вы не считаете, что это какая-то... А, ну с продуктами, да, это антисанитария, вот. Амира Таутиенова, Алексей Уразов, программа «Факт». Нисколько.